Вот Виктор Анатольевич, мой учитель, резьба по дереву, первая школа, 1979 год. Потом училище художественное закончил. Работали вместе мы с ним на территории пятой школы. Была мастерская, интересная работа, творчество. Осталась история в фотографиях. Как мы трудились, работали. Вот эта трубка, например, сделана в кружке, Виктор Анатольевич. Это, наверное, 10 класс, 1982 год. Это 2005. Я то Виктор Анатольевич вытачивал на токарном станке саму кружку. Ну, а потом уже ручка и резьба уже делал вручную. Вот это интересная шкатулочка, 1992 год. Моей маме исполнилось 60 лет. Вот это я ей подарил на 60-летие. Вот здесь написано 60 лет с днем рождения. Вот ее открываю. Это для духов. Мамой пахнет. Это хорошо. Ну, а это уже теперешнее, современное маленькое изделие. Вот масочки. Эта маска мне кого-то напоминает. И вот такая самая маленькая, самая маленькая практически из отходов древесины сделала. Жалко было выбросать. Бывает. Ну, вот так. В основном резьба по дереву. Про вешалочку, Александр Павлович. Что это там за такой красивый камень? Ну, это не камень, это... Ну, все равно надо пояснить, да? Ну, это сделано, это ключница. Сделано для ключей. А, это для ключей, да? Для ключей, вот. Ну, вот. Работа сделана в 2020 году. Если вы помните, это был год кого? Тигр. Да, год тигр. Вот. Это я уже сделал одному человеку, с которым мы подружились в 2020 году. Вот я ему на 23 февраля подарю. Пока не буду говорить кому. Ну, здорово. Вот так. Ну, немножко расскажите о своем альбоме. Ну, это альбом... Так сказать, он... Виктор Анатольевич его еще не видел. Это я его делал в середине 90-х годов. Начиная от тех воинов, которые стоят первые на развилке Гомель-Жгунь. Вот здесь зафиксированы фотографии. Ну, вы потом чуть-чуть посмотрите. Поближе. Это мы вот начали делать их в гараже. Гараж сделали для... Как сказать, агрогородок Дубовый Лох, как сейчас говорится. Вот. И с этого началась наша интересная работа, которая длилась пять с половиной лет. И закончили мы трудиться в мастерской в 93-м году. Наступили лихие 90-е. Это стало никому не нужно. Дорого. И нам пришлось разойтись. Разойтись, Виктор Анатольевич. Вот это вырубить. Сейчас делаете что? Сейчас? Да. Сейчас только дома. Вот. Вот это из последних работ. А так для чего-то где-то не делала красиво? Для себя делаю. Делаю для себя. Но много работ не доделано. Что-что? На продажу ничего, потому что вы не купите. Дорого очень. Очень дорого. Это ручная работа. Сейчас все автоматизировано, механизировано. Даже режут уже... Фанеру даже режут не ножовкой, а лазером. Все механизировано. Ремесельники закупают станки, потому что не стоит затраченного времени.